так друзья всем привет сегодня на обзоре у меня хонор x5 хонор x5 короче здесь вот все написано два оперативки 2 32 встроенный купил я его для работы не для себя а именно для работы и так вот такого оранжевого цвета что здесь написано емкость 5000 миллиампер и вот это да экран 6 и 5 дюймов вот такого вот цвета и он такой под искусственную кожу вы спросите почему желтый ну потому что у вас был желтый и какая разница я все равно ребят все равно есть одна истина какого бы не был цвета телефон все равно все это свячется под чехол в одном случае если чехол не прозрачный не силиконов давайте посмотрим что в коробке в коробке у нас здесь макулатура мы видим там скрепку блок зарядки зарядка у нас микро юсби старого формата за такую цену вы другого и не получите так и смотрим зарядка на сколько так сейчас 5 по моему на 5 короче зарядка очень слабая я думаю если с такой зарядкой то вы будете заряжать ну часа 23 наверное и так ребят по комплекту это все то есть чехла здесь нет есть пленка защитный на экране что у нас одна камера 8 мегапиксельные фронтальная на 5 мегапикселей с этой стороны у нас качелька громкости кнопка включения снизу трех с половиной метровый джек один микрофон динамик сверху нет вот здесь вот слева лоток для сим-карты и так включим и давайте посмотрим и так ребят давайте послушаем звук на этом телефоне так включаем нашу замечательную песню файфингер д панч литл бит офф ну что могу по звуку сказать вот до этого короче у меня был infinix на обзоре 6 плюс но там звук хуже здесь ребят звук ну короче одни низкие одни высокие частоты низких нет средних нет ну динамик плюс минус такой себе на самом деле так что ребят по троттлинг тесту вот запустил я на 15 минут короче он практически не троттлинг ну тут троттлинг как как таковой и нечего в antutu ребята набирает 107 тысяч вот греется он на 0 3 градуса охренеть потерял 4 процента батареи в принципе он практически можно сказать и не прогрел сюда но потерял 4 процента батареи в принципе обычно такие телефоны теряет на таком процессоре с 5000 миллиампер час короче с 5000 емкостью аккумулятора теряет 3 процента короче здесь 5000 аккумулятор давайте посмотрим на максимальную яркость ну довольно таки яркие ребят так 100 ребят вот из коробки вот и просто досталось коробки помимо того что здесь 32 памяти давайте посмотрим сколько здесь осталось памяти но свободно 21 ну в принципе нормально можно еще там по удалять всякого вот так ребят что по характеристикам давайте смотреть видим что модель хонор 2 гигабайта озу всего памяти ну короче понятно всего внутри хранилища 24 почему-то пишет странно хотя в принципе должно быть должно быть должно быть 32 версии bluetooth 4 плюс что значит версии bluetooth на сайте было написано 5 5 и 1 давайте посмотрим по центральную процессору что нам здесь helio p22 стой стой погодите helio p22 а теперь смотрите вот он этот ребят заказал телефон смотрите что написано на сайте helio g25 медиатек то есть по сути на сайте видео неправильно написанный процессор хотя в принципе вот давайте посмотрим у него написано 4 ядра по 2 гигагерца и 4 по полтора давайте же посмотрим как там написано но в принципе ребят тут все верно просто возможно они называются по-другому то есть они могут так называться эти медиатеки один так другой так ну короче в принципе здесь с этим похеру на это вот видим что четыре ядра по 2000 мегагерц и четыре ядра по полторы тысячи видим что здесь восемь ядер короче ребят экран 60 герц что могу сказать по сравнению давайте посмотрим еще отображение разрешение full hd плюс 720 на 1600 309 точек на дюйм 60 герц а что могу сказать по экрану ребят вот если они всматриваться то есть если в принципе вот прям не вглядываться туда то точек не видно если прям приглядываться то точки можно увидеть что по батарее давайте посмотрим у android android здесь 12 не знаю там какая-то какая-то это пришла обнова не знаю до какого уровень 34 5000 миллиампер час в принципе для такого процессора для такого экрана в принципе должно быть нормальное энергопотребление потому что этот процессор нихрена по сути не жрет что ребят по по скорости работы в интерфейсе знаете до этого у меня был на обзоре infenix вот шестой плюс там был экранчик побольше то есть там был 68 и вот по моим ощущениям этот телефон быстрее то есть тот иногда потупливал но этот прям быстрее ну понятно скорее всего компания хонор она уже давно на свою оболочку уже там отдрачила отработал да и она у нее более шустрые то есть телефон первое время ну не так лагает как вот тот infenix но тот infenix со временем как скажем разлагался и стал более-менее нормально работать а еще ребят тут прикол зашел просто так посмотреть ну в менюшке лазил лазил смотрю здесь написано аппликейшн не перевели стартап менеджер то есть запуск приложений не перевели по-английски оставили ну хонор ну ты же компания давно в россии почему такой хернёй занимаешься этот этот пункт не знаю не могли как-то перевести что ли его на русский вот пожалуйста еще низкий уровень заряда батареи расход заряда батареи режим энергии батареи менеджер ресервис чейнджер ну это чё такое это ребят то есть я покупаю телефон для российского региона а он не выдает иностранные эти буквы в некоторых опциях это чё такое хонор ты чё делаешь то как бы ты все равно ты из россии не уходил там да тебя прошивка это международная версия но почему попадается такие вот такие косяки ну мы видим ребят то что 10 гигабайт уже занято всего 32 и 10 занято что ребят по экрану есть яркость темные темы есть так вот она включается защита зрения это когда на экран на ваш на ссале он стал серый стал он цвета мочи адаптивная яркость обои время отключения давайте посмотрим что в дополнительных опциях есть цветовой режим и температура вот можете даже здесь настроить цветовой режим так автоповорот размер масштаб заставка и заблокированный экран что ребят сканера впечатка здесь как я понимаю нет да ну нет ну ладно но он в принципе не нужен здесь давайте посмотрим что из так скажем из блокировок есть а здесь из блокировок только блокировка лицом и все и как я понимаю пароль да вот по экрану графический ключ и пинкор и пинкор говорю пароль пинкод графический ключ в принципе все что вот есть из защиты вашего смартфона так сказать вот еще одна фишка которая мне нравится вот тут расход заряда батареи можете посмотреть вот тут есть режим энергосбережения здесь режим энергосбережения можно есть такая опция отключать при полном заряде то есть когда 90 процентов аккумулятор достигает ем зарядки то он отключается уровень заряда батареи лучше конечно включить чтоб показывал вот опять вот ресерве ченджера это я уже показывал да это уже то есть в принципе не первая такая косяк в этой в в переводе оболочки хоноровской и давайте ребят я сейчас обновление проведу и посмотрим будут ли какие-то изменения в оболочке или нет но вот ребят какое-то обновление на гигабайт 38 380 мегабайт посмотрим может быть android 13 даже ну сейчас посмотрим и еще ребята высекайте я первый раз такое вижу ни на одном телефоне я не видел даже на дешевых смотрите он мне батарейку пишет что осталось заряжать 5 часов 47 минут что это такое совсем с ума сошли что просто удивительно да чё за хрень хонор вы чё вы чем чем занимаетесь понятно что дешманский телефон но и вот я даже до этого делал обзор вот в smart joy у меня был infinix ну там час два три ну не пять же часов но это что за хонор алё в натуре мы сейчас сейчас я под заряжу обновлю может быть это как-то исправили и так ребята вот таким вот жестом вызывается меню то есть принципе и здесь вы ничего уже не сможете сделать то есть если обычно телефон зажимаешь здесь то то есть здесь принципе нельзя изменить размер от этих иконок то количество их здесь только так смотрите я второй раз зашел мне пишет 13 часов 4 минуты до полной зарядки это просто какой-то ты же жлядь да я конечно первый раз такое вижу даже на самом дешманских телефонов я такое вижу может быть что-то нужно включить к вот это вот включим ой да он тупит это ничего страшного это все ценовой все подобные телефон ценовой категории этим грешат что ребят что хочу сказать по поводу экранчик экранчик обычный ps-овский под углами синит ничего такого сверх супер качественного примерно на всех таких же подобных ценовой категории телефонов экран в принципе такой же то есть в принципе он нормальный за такую цену он нормальный ну вот сейчас батареи мы видим 3 часа 33 минуты в принципе возможно она расходится то есть я имею ввиду так как батарея новая возможно нас ну так скажем разнашивается ну вот там 5 ваттная зарядка то есть вы представляете 5 ваттную зарядку батарея 5000 миллиампер час я вам сразу сказал что будет заряжаться часа 3 но вот это вот похоже уже на правду становится потому что 5 ватт это очень мало это вот знаете раньше айфоны были и у них была 5 ваттная зарядка но они заряжались два часа но у них был маленький аккумулятор что-то 2800 а тут в два раза больше и вы представляете этой 5 ваттной зарядкой нужно зарядить 5000 аккумулятор это просто жесть а еще самый прикол ребят смотрите что происходит я покупал этот смартфон он стоил короче он стоил 6 вот он стоил короче он стоил 6000 у меня был промокод на 500 рублей мы видим да я применил к нему промокод он стоил стоил 5400 короче 5500 толстой сегодня захожу смотрю а он же стоит 8000 тысяч это же охренеть бля это чё это вообще в натуре что происходит вообще что маркетологи там курят бля и так ребят я обновил телефон в принципе смотрите чтоб хочу сказать по вибрации вибрация обычная дешманская в принципе в принципе а те английские слова которые были они пропали запуск приложения был на английском и в батарее было вот здесь вот чарджинг дэй тэй 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 был написано вот видим что пропало принципе ну а они обновление поправили по по первым ощущениям ребят в принципе телефон не сильно тупит вот честно положа сердце на руку вот до этого был у меня смартфон в джой инфиникс они тупили больше хонор же тупит меньше то есть он в принципе работает чутка побыстрее посмотрим еще на автономность а забыл вам сказать же тут еще блин тут еще же камеры есть точно что ребят у нас по камерам у нас по камерам фото и мы видим фото фото здесь 8 мегапикселей мы видим такие бедные настройки таймер размер фото можно выбрать шесть пять и восемь как мы видим до баланс белого и все и все фото и видео давайте видео посмотрим это вот у нас видео что по настройкам по видео но ребят относительно конкурентов ну хрен его знает как то качество видео ну в принципе все то же самое только вот немного неудобно здесь вот именно в этой давайте посмотрим сколько здесь зум так как мы видим здесь четырехкратный зум что по камерам ребят камера здесь короче восемь это вот эта камера четыре пять фронталка от нее чудес не ждите я потом сравню со сама сравню с самсунгом с моим да вот с которым я раньше ходил и посмотрим посмотрим что я короче сделаю ролик сравнение камер и скажу за сколько он заряжается то есть примерно сколько идет зарядка но на мою вскидку будет часа три часа три вот такое первое впечатление девайс в принципе мне понравился да то есть он не такой тупой он посмотрим со временем он все равно ребят затупит как-то не крути он все равно будет со временем тупить этот смартфон да он не такой тупой даже из коробки когда я достал он не тупил как другие там бюджетные телефоны вот экран нормальный приятный то есть все равно в пиксели все равно видно но в принципе так по тактильным ощущениям что могу ребят сказать да нормально обычно вот инфиникс мне не понравился по тактильным ощущениям он слишком края у него рубистые но это тоже не очень так хорошо но лучше чем инфиник все равно чехол все исправит и по весу он такой легкий он весит всего 193 грамма и вот после он такой легкий кажется и после него я беру в руки свой самсунг и кажется как будто я гантель взял 10 килограммовый ну такой вот а еще забыл про лицо давайте посмотрим как он реагирует на мое лицо так ребят что по лицу смотрите включаем телефон и я сейчас скажу когда я поднесу лицо подношу лицо вот он разблокировался еще раз включаем разблокируем я подношу лицо оба разблокировался в принципе для такой ценовой категории быстро в принципе телефон норм за 6 тысяч за 5 500 что и взял вообще огонь ладно ребят всем спасибо и пока